Мы все боролись, чтобы сделать эти проекты. Безусловно, мы не конкуренты. Вы выполняли общую задачу. Каждый госпитал учился в свой проект. И сегодня, благодаря эксперту, мы засунули экономические стратегии, у вас получились за 9 дней. Давайте поблагодарим наших экспертов. Это Вера Александровна Смирнова. Райдов. Это Сергей Александрович Басанов. Мы с вами познакомились и наставниками в подготовке презентации. Посмотрим, что у вас получилось. Но важно, что вы сделали сегодня здесь со своими презентациями. Итак, это первый спецназ презентации проекта. И мы начинаем. Наш первый проект Лунок-Наман. Проект ЮБИ. Здравствуйте. Вашему вниманию представляется проект ЮБИ. Это технологии решения проблем города. Основная проблематика какая? Мы все с вами живем в городе. Поэтому нас всех волнуют проблемы, которые происходят вокруг нас. И мы все хотим принимать участие в решении этих самых проблем. Можно заметить такую тенденцию, что на сегодняшний день взаимодействие между жителями города и городскими областями все сильнее, сильнее уходит в интернет. Мы наверняка наблюдали ситуацию, когда подписываются петиции в социальных сетях, когда создаются сайты различных управляющих и обслуживающих организаций по сбору заявок от населения, когда появляется все больше и большее количество меток о городе, на карте, и в социальных сетях. Поэтому мы решили объединить между собой преимущества, которые есть в социальных сетях по сбору, распространению информации, с преимуществами, которые есть в ее информационных сервисах, по ее представлению. И собрать непосредственно наше технологическое решение. Простой пример. Вы все прогулитесь по городу. Вы идете, видите сломанную скамейку, покосившиеся ворота, разбитые фонари. Ваша реакция какая? Вы хотите исправить эту проблему. Что вы можете сделать? Вы можете взять мобильное приложение ЮГИ, сфотографировать саму проблему, и тут же эта метка автоматически отправится на карту обслуживающей организации, в ситуационный центр, где будет стать меточка с описанием, где, что произошло, и как это решено. Что позволяет ЮГИ? ЮГИ позволяет действительно наглядно выводить информацию о проблеме. То есть у нас есть фотография, у нас есть местоположение проблем, есть описание от жителей ЮГИ. Заявка проводит практически мгновенно от пользователя до обслуживающей организации, что значительно сокращает время на обслуживание этих самых проблем. Жители также могут отслеживать заявки, которые оставили другие пользы для этого сервиса, тем самым создавая народный контроль за тем, как организации обслуживают наш город. Поэтому мы можем уже ввести статистику, оценивающую качество работы. Мы знаем, какая у нас была проблема, когда она у нас появилась, как мы ее решили и когда мы ее решили. Тем самым мы можем регулировать экономические отношения между населением и обслуживающими организациями. ПИС-модель данного сервиса это B2B и B2G-сегмент. Основной элемент из моделей пункт коммерсализации это оплата подписки на услуги, прошу прощения, по поддержке и сопровождению мобильных приложений быстро реагировать. Также мы можем поддерживать и сопровождать мобильные приложения формирующие путеводители и гиды для приезжих и туристов нашего города. Второй, когда-то есть способ коммерсализации это продажа рекламы. То есть мы можем сервисе отвечать в контексте, директ рекламу для пользователей нашего сервиса. Третьи продажные элементы это продажа продукта или услуг. То есть мы можем продавать отдельно какую-то базу знаний местности для каких-то организаций либо салутов. Мы можем, грубо говоря, представлять воздух к целевой аудитории, к фокусу руки, так называемые, или другие различные услуги. Какие условия мы собираемся привлекать пользователей? Основные механизмы это тесная интеграция существующими социальными популярными социальными сетями. То есть пользователи, которые записывали в социальных сетях, им не обязательно авторизовываться и регистрироваться в мобильном приложении и быстро реагировать для того, чтобы оставить заявку о какой-то проблеме. Они уже думают в трех мобильников. По первому, мы используем уникального геоконтента. То есть мы ставим на карте меточки, которые больше, в принципе, нигде найти нельзя. То есть о тех интересных местах нашего города, о которых мы, не только мы, можем рассказать. День и робот, мы можем использовать использование сервиса. Мы рассказываем о том, в решении каких проблем участвовал наш сервис, как он их решил. Ну и опять же таки рассказываем, как пользоваться сервисом, как сделать это более эффективно, более удобно и прочее, прочее, прочее. Мы, конечно, стандартные способы опублилизации, такие как контексты и медийная реклама в интернет. Здесь представлены основные игроки на рынке, которые уже существуют, которые используют те же самые подходы и приемы, которые предлагаем использовать мы, но они не акцентируют свое внимание на решении проблем городского хозяйства, в отличие от нас. В конкурентной деятельности мы, конечно, на этом слайде можем увидеть основные наши достоинства, такие как формирование, грубо говоря, институционной карты, то есть отображение на карте меток в реально времени. Вы о проблеме только заявили, она уже появилась на институционной карте, все могут поуверить. Создание меток и описание их с помощью хэштегов, то есть маркирования меток для того, чтобы их можно было искать. Вы всегда можете посмотреть, как подобные проблемы решаются в соседнем городе или на соседней улице. Или решение ориентировано на конечном потребителе. Это о чем? Это о том, что вы можете создавать кластеры вот эти вот по решению промышленного хозяйства как для отдельного дома, отдельного микрорайона, целого квартала, целого города и страны. То есть вы можете масштабировать ваше решение под ваши нужды. Опять же, в виде рейтинг обслуживающих организаций, ну, мы уже об этом говорили, всегда можно знать, с кем заключат договора на обслуживание, с кем не заключат. Просто решение. Ну, здесь все просто. В России есть порядка 150 миллионов населения, из них больше половины в 10 миллиардах. 37 миллионов используют социальные сети в своей последствии своей жизни и работе. 31 миллион средства геолокации. Поэтому мы сделали вот, что так минимум 30 миллионов пользователей будет понятно то решение, которое мы предлагаем. И они могут его использовать для решения проблемы для основных хозяйств. План график представлен на свадьбе. Сейчас, на данный момент, у нас уже есть прототип, доступный по адресу UGIP. Вот у нас в меню уже написано. Вы можете зайти и посмотреть все те тестовые функции, которые мы заявили, которые работают и которые можно посмотреть, чем они интересны и полезны. Кстати, у нас в 16-м года планируется пилотный запуск проекта для решения какого-то проблем какого-то конкретного микрорайона. Запуск API это уже начало 2017 года для сторонних мобильных приложений. То есть, любой может создать свое мобильное приложение, дабы оповещать UGIP вот тех или иных проблем. Мы, до 4-го года в 16-м года запланирован запуск, полноценный запуск сервиса со всеми запланированными функциями. Что мы для этого ищем, чтобы все это реализовать? Что, в первую очередь, нам нужно? Конечно, индустриальный паркл. Компания, которая вместе с нами захочется постить тестовый проект, тестовый продукт. После чего мы сможем уточнить бизнес, информационные процессы, которые мы используем для решения этой задачи. Для популяризации сервиса нам важно, что нам важен маркетолог, человек, который будет заниматься рекламой нашего сервиса и продвижением его в массы. Находимо до 10 миллионов рублей, форма сотрудничества будет понятная и так. Доля выстраивающей власти высокотехнологичного бизнеса. Спасибо за просмотр, вся информация, все контакты которые у нас здесь представлены. Буду рад ответить на ваши вопросы. Еще раз спасибо. Ваш следующий проект из области его присылали коронаву памятного сопротивления альбару. Да. Ну начнется только. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы знаем, что всем им пользуются электричеством. Электричество это источник жизни скажем так нынешнего общества. И поэтому всем хочется пользоваться электричеством соответственно недорого. Всем это понятно безусловно. Я ему придумал проект название Algaras. Он решает множество проблем начиная от автономности в использовании устройства также мобильность простота использования в отличие от альтернативных источников питания. Экономичность в плане затрат на стоимость 1 кВт энергии и мощность достаточно вполне для того, чтобы обеспечить электричеством средний дом с площадью 100 квадратных метров. Если рассматривать какие-то автономные источники питания альтернативные скажем так в частности дизель-генераторы то же самое мощность то 10 генераторов будет стоить дороже в эксплуатации так как за киловатт электричество это будет 7-8 рублей без учета стоимости самого апреля не обслуживания цена именно только за киловатт а если использовать наше устройство то цена за киловатт дешевле копейки также без учета стоимости самого апреля агрегата и его обслуживания если сравнивать стоимость установку нашего агрегата с ветровсолнечными гибридными электростанциями то установка ветровсолнечных гибридных электростанций она в разы дороже и сложнее чем наш агрегат и стоимость безусловно почти в 5-6 раз дороже и поэтому цена на альтера в реале намного дешевле чем альтернативные источники энергии в связи с этим можем заявить что настройки использования может позволить нам провести быструю электрификацию тех районов где это требуется быстро мобильно и получить желаемое количество электричества для обеспечения как минимум одного жилого дома это минимум и можно сделать что наше устройство оно относится к альтернативным устройствам получения электроэнерги но мы не используем ни тепло ни топлива ни ветер ни солнцу и воздух оно работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю и сейчас проекте находится на стаде разработки прототипа экспериментального образца на стаде стадии генериционной установки которая выдает нам полезную нагрузку и мы также подали заявку в фонд с номером S23205 как бы нам оказались у нас команда не сильно большая пока из трех человек но инженеры будущие нам приглашаются и помогают в чем собственно мы проводим испытания чтобы получить какие результаты удовлетворяющие нашим требованиям и заявленным в этот проект было вложено собственные средства около 700 тысяч рублей это было оборудование купленное для изготовления нагрегата и проведение каких-либо испытаний а также оплаты работ ребят которые участвуют в этом проекте нам для того чтобы полностью купить проект и собрать экспериментальный образец требуется 2 миллиона рублей и ежели кто хочет вложить участие в наш опытный образец и вообще приучаствовать в нашем проекте то цена на изготовление обыдного продукта она варьется до 50 миллионов рублей изготовление полностью обыдного образца это где-то полтора года минимум производство если делать от прототипа от самого ниши до производства лидера на заводе то нам требуют совместиции в районе 600-650 миллионов рублей и срок покупательства данного проекта 3-3,5 года это можно посчитать минимальная прибыль за три года не менее 1 миллиарда рублей это чистая прибыль с учетом вычета налогов оплаты сотрудников материалов и так далее цена за один агрегант 350 тысяч рублей это минимальные технические требования у агрегатов это 6 квадрат и 920 вольт планируется продавать в месяц менее 300 агрегатов это вполне реально потому что элементарно коттеджный поселок там ну минимум 50 домов от таких коттеджных поселков все строится масса и главное у нас нет конкурентов да спасибо всем кто приходит с вами к интернету браво браво в доступ вы от до 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 двигаться Традиционно считается, что богатством Сибири является нефтегазом, но добыча ягод, орехов и грибов может стать больше значимой по доходности отрасли. Но это всего лишь 5-6% от всего урожая и около 2% по России. Какие же проблемы? Почему мы так мало собираем? На самом деле, наибольшая часть урожая находится в далеких местах, где очень сложно это все добывается. Сложно также привезти эти продукты, потому что они имеют маленький срок хранения. На наш взгляд, существенно сдвинуть решение проблем может реализация нашей концепции. Суть этой концепции, что нужно поставить наше оборудование именно на тех местах, где собирают декороз. Различные резущие суши, суши-корошки, веялки. Наше оборудование, которое мы предлагаем, просит уменьшить этот период порчи продукта, чтобы довести его до кондиции, до потребителя. У нас оборудование современное, автономное, мобильное. Это оборудование, это линейка разного по производительности и по глубине переработки. Окупаемость. Малый комплект оборудования окупится где-то в один сезон. Большой комплект оборудования окупится в 2-3 сезона. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Как вы заметили, коллеги, проект у нас абсолютно разнородный. Это и энергетика, и кредитоприменение в других областях. А сейчас у нас будет проект, который... А теперь проект, который действительно, скажем так, космический характер у нас. Один мир в космос. Максим Чаревесин. Его проект Космолад. Здравствуйте. Меня зовут Чаревесин Максим. Я представляю Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» комитет эволюционных проектов молодежи. На базе комитета был создан проект по реализации космических экспериментов на борту пилотированных станций. На сегодняшний день это МКС. В перспективе это и коммерческие станции. То есть это аппарат и программный модуль по реализации космических экспериментов. Проект будет решать главную проблему. Это ускорение процесса постановки эксперимента на борту такой самой высокотехнологичной и дорогой лаборатории в мире. На сегодняшний день цикл внедрения эксперимента на борту это более пяти лет со сложной аппаратурой. Наш проект это перспективный коммерческий оператор, который позволит делать это за кратчайший путь, предоставляет удобный и, главное, востребованный сервис для бизнеса, который так необходим всему. О рынке, если сказать, то рынок пока весьма скромен. По сравнению с американскими аналогами это порядка 30 миллионов долларов. Но он динамично развивающийся, тренд роста порядка 9% будет. Наши основные конкуренты это известная компания NanoRacks, американского сегмента МКС, который в основном работает на западноевропейском, в западном сегменте рынка. У нас есть перспективы работы с нашими потенциальными заказчиками стран BRICS и, конечно же, Российской Федерации. Суть проекта заключается в том, что создается аппаратная часть, это некая модуль полка, на которой создается удобный интерфейс для интеграции полезной нагрузки и создается аналогичный сервис, который позволяет постановщику эксперимента получать непосредственно данные о своей полезной нагрузке на борту пилотированной станции и даже в перспективе мы пытаемся внедрить возможность управлять полезной нагрузкой в рамках допустимых пределов безопасности. Наша дорожная карта. Сегодняшний день главное это привлечение потенциальных заказчиков. Чтобы история была востребована, вам необходимы заказчики, которые имеют интерес поставить свои научные эксперименты на борту пилотированной станции. И это еще раз скажет о том, что востребованность рынка, его устойчивость – это очевидный факт. На более отдаленных этапах необходимо привлечение инвестиций в порядке 10 миллионов рублей для того, чтобы реализовать сервис и платформу пока небольшого объема для уже конкретных предложений и работая с заказчиками. Наша команда – это высококвалифицированные специалисты ракетной отрасли, у которых есть опыт уже работы над космическими экспериментами в различных уже сегментах и отраслях этих экспериментов, как биомедицинские, дистанционные задержки, материаловедческие и другие, физические и образовательные в том числе. Коротко о финансовом плане. Я уже сказал, что на втором этапе необходимо около 10 миллионов рублей для создания уже непосредственной базы аппаратной и программной. Но в первую очередь сегодня нужен такой эффект средств массовой информации для того, чтобы бизнес уже понял, что российский бизнес, что станция доступна, станция нужна, и она интересна для развития их научных амбиций. Сегодня, на сегодняшний день, есть уже потенциальные заказчики, о которых говорить еще преждевременно, но у них и намерение поставить свои эксперименты на коммерческие основы уже есть и ведут за переговоры. Спасибо. Вопрос. И, как вы знаете, по статистике, среди инженеров мужчин достаточно много. Я бы сказал, что это доминирующий, но в нашей группе, в нашей презентации проекта, вторая группа, инженер и автопроект, прессовый, вольный сотрудник. Вольный сотрудник. Вольный сотрудник. Вольный сотрудник. В настоящее время лазеры, инфракрасные, ближние, ближние. Александр, начнём сначала? И попробуйте, что у вас презентёр? Что-что? Презентёр, покажьте, что у вас? Всё работает. Добрый день, меня зовут Сафронова Елена. Я представляю студию автоматики имени Духова, город Москва. Тема моего проекта – лазеры, работающие в широком температурном диапазоне. В настоящее время лазеры с нижним два классного диапазона имеют широкое применение как в устройствах специальных значений, так и в гражданских значениях. Например, целеуказатели, длинания, видары. А также они используются в лазерном поджиге реактивных двигателей, лазерное снижение, например, исследование грунта Марса, исследование Арктики. Данная специфика использования таких лазеров накладывает требования на работоспособность данных лазеров в экстремальных температурных условиях, то есть при очень низких и при очень высоких температурах. Мы нашли выход из этой ситуации. Мы создали лазер, который работает в широком температурном диапазоне. От минуты, допустим, 90 градусов. На российском рынке нет аналогов. Есть только зарубежные аналоги, но в них есть ряд недостатков. Это не высокое потребление энергии и высокая цена. Наша – низкая цена и низкое потребление. Так у нас маленький габарит и маленький вес. Извлечение прибыли мы планируем получать не только путем продажи самих лазеров, также мы планируем получать прибыль за счет технического обслуживания эксплуатированных лазеров, за счет обучения экспертов данного направления и также продажи о лицензии другим предприятиям для изготовления авторных лазеров. Мы имеем очень большой и широкий рынок по данному направлению, так как нашим специальным заказчикам собираются предприятия оборонно-промышленного комплекса, добывающая промышленность, химическая промышленность, научно-исследовательские институты и космическая промышленность. На текущий момент у нас пройдены теоретически экспериментальные исследования данной технологии. Изготовлено несколько прототипов. Мы провели испытания и исследования в течение двух лет на средства нашего предприятия. В дальнейшем мы планируем заход усовершенствовать технологию и нам потребуется 3 миллиона рублей. Дальше мы проведем основные опытные партии образцов, приведем сертификацию и уже будем вводить на рынок. По финансовой модели. Мы планируем получать средства, конечно же, у инвесторов. Также мы пишем гранты в Российский научный фонд. Будем пользоваться услугами акцелераторов и также заключать контракты с потенциальными заказчиками. Спасибо за внимание. Мы уверены, что наша инновационная технология позволит нам исследовать не только отдаленные уголки земли, но также космос. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дружи коллеги, мы продолжаем. И следующий проект представит Олег Гневенко. Вы шинами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я бы хотел вам предложить свой проект по созданию современного оборудования под названием «Машинария». Давайте поговорим немножко о проблемах. Современный мир нам говорит о том, что мир находится в состоянии неявной арктической войны. В связи с чем на наше государство окружает санкции. Мы испытываем огромные проблемы с закупкой достающего оборудования. Мы должны инферсифицировать свое производство. У нас есть огромный задел научно-технологической и исследовательской базы в оборонно-промышленном комплексе. Однако мы не можем до конца его раскрыть на гражданском рынке. Каждый первый в любом фактическом интервью, посвященном развитию, говорит нам о том, что нам надо развивать новые технологии, нам надо новые материалы. Но почему-то все, абсолютно все забывают о главной вещи, что для того, чтобы что-то создать, надо испытать и доказать, что это можно работать. А конкретно отечественного оборудования, позволяющего испытывать в глобальном смысле слова, у нас нет. Если мы спустя рукава продолжим прикосы в том же самом направлении, то лет через 10 мы будем абсолютно полностью зависеть от иностранных производителей. В связи с тем, что правительство постановило, что к 2020 году нам необходимо дефицировать производство ПК, у нас есть уникальная возможность сейчас создать линейку отечественного испытательного оборудования. Теперь немножко о рынке. Практически полностью рынок современного механоиспытательного оборудования состоит из немецких, американских, китайских производителей. Основные приведены на слайд. Наша доля рынка составляет наиболее 10, но максимум 15%. Наиболее технологический прогноз по представителю рынка я вам приду. Однако у нас есть, я его назвал, так называемый теневой сектор оборудования, промышленного комплекса, который богат идеями, всевозможными узлами, технологиями, которые нам необходимо использовать. Практически 70% любого предприятия, завода использует технику реально каменного века. Вот я, например, такой техники, аналога со стрелками, приведен на слайд. Если посчитать статистическую стоимость при оборудовании любой лаборатории, то есть на центральной заморской лаборатории, нам необходимо потратить где-то 400, а то 600 миллионов рублей. Если мы добавим до оснастки оборудования в лаборатории какие-то уникальные испытания, то эта сумма, возможно, превысит 1 миллиард рублей. Поэтому цель проекта – это создание импортозамещающего оборудования на базе разработок оборонно-промышленного комплекса для насыщения гражданского и оборонного рынка нашими отечественными испытательными машинами. Это нам позволит снизить отставание во многих отраслях производства, решить проблемы импортозамещения, снизить себестоимость, сохранить деньги, затрачиваемые на приобретение этого оборудования, внутри государства. Конкретное преимущество этого проекта – это в первую очередь мы, то есть Союз молодых инженеров России. Уже сейчас на этой площадке мы обговорили с различными представителями параметрии отдельные узлы, агрегаты, которые они могут использовать, и которые в том числе могут быть использованы в этом парке. Другим немаловажным преимуществом – это, естественно, несколько себестоимость, наличие постоянного наличия запчастей, наличие соотечественного программного обеспечения, не зависящего там ни от каких санкций и так далее. Естественно, вариабельность исполнения и адаптивность его под задачи. Основными заказчиками такого проекта будут, конечно, в первую очередь материалы, механо-обрабатывающие производства, предприятия оборонкомышленного комплекса, гражданские институты, высшие учебные заведения. Дальние перспективы – это страны СНГ, страны БРИКС, страны ШОС. Несколько слов о финансах. Данный проект молодой, для разработки качественного бизнес-плана и стратегии развития мы считаем, что требуется от 15 до 20 миллионов. Объем дальнейших инвестиций и объемы прибыли, и сроки получения прибыли будут одержаны в бизнес-плане. Сама стратегия развития проекта проведена на данном слайде. Помимо разработки бизнес-плана, о котором я уже сказал, мы планируем привлечь инвесторов, провести атомоконструкторские работы по проектированию данной линейки, задействовать сеть молодых инженеров, создать на основании образованной сети кооперацию, международную операцию предприятий, стратегифицировать оборудование и получить прибыль к 2019-2020 году. Прибыль планируется получать за счет продаж, сервиса, плотная работа с высшими учебными заведениями, как военного, так и гражданского сектора, и также выходом на новый уровень. Благодарю за внимание. Александр Пулюков, прайс-крата. Александр Пулюков, прайс-крата. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Пулюков. Я представляю Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения и молодежи. Мы представляем вашему вниманию проект под названием «Мобильная подводная робототехническая платформа для освоения, поднаживающихся и средств». Свою презентацию мне хотелось бы начать с слов нашего президента, который произнес на арктическом форуме. Для нашей страны арктические территории не только богатейшие детали жилых и здоровых, это географическое влияние. Известно, что по расчетным оценкам стоимость только разведанных ресурсов, сосредоточенных в арктическом регионе, составляет порядка 8,5 триллионов долларов. И на эти ресурсы вместе с нами претендуют такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Норвегия и Дания. Для того, чтобы обеспечить доступ к этим ресурсам нашей страны, обеспечить их добычу, мы предлагаем проект создания такой платформы. По своим масштабам мы считаем, что проект является национальным, но он может быть реализован в таких областях, как освоение Арктики, экономика, безопасность, экология и социальная сфера. Кроме того, для реализации проекта также решается задача диверсификации арктиктов, как залог сохранения и развития технологий и рабочих мест. Сам проект вращается вокруг пяти основных фокусов. Первый фокус – это ресурсы Арктического региона, об этом я ранее сказал. Второй фокус – это инновационные направления, такие как инновационное самостроение, информационно-телекоммуникационные технологии, освоение ресурсов океана. Третий фокус – это океанология, мониторинг, добыча полезных ископаемых. Четвертый аспект – это наблюдение и защита, собственно, самой платформы и робототехнических средств, но и в данных камерах наукой и образованием. Немного о стратегических целях этого проекта. Сама по себе разработка проекта полагается с использованием существующих интеллектуальных центров в строительной промышленности и робототехники Российской Федерации. Это позволит. Ну, во-первых, разработать конкурентоспособные продукты и сервисы, которые будут востребованы на мировом рынке. Занять ниши производства специальных судов. И третье – создать единые стандарты технических решений в области разработки робототехнических средств. А также организация взаимодействия между собой и с другими системами. Если говорить о задачах, которые может решать система платформы Советских Суровых, мы можем отметить несколько на слайде репестата. Основные из них – это проведение комплексных океанографических исследований Мирового океана, обеспечение технического обслуживания объектов подможенных ветостокуры военно-морского флота и объектов гражданского назначения, формирование в долговременных районах энергетической и информационной поддержки роботов. Другие задачи, в том числе, это могут быть задачи, связанные с обеспечением безопасности Российской Федерации. Новизна проекта, которая отвечает его от традиционного строительства надводного и подводного флота различного значения, заключается в трех основных аспектах. Первый – это модульность, беззащищенность такой платформы. Второе – модульность позволит разместить на бордой платформе широкий спектр робототехнических средств и комплексов. И третье – управление работой этой платформы будет обеспечено в помощь единой интервьюрованной системы, которая в том числе будет являться узлом общего информационного пространства в арктическом регионе. Немного о самом концепте. Проектирование такой платформы подразумевается как проектирование центра тяжести, с учетом понимания, что это сити-центрика. На следующем слайде представлены основные типовые элементы, которые могут быть на платформе. Это помимо непосредственно робототехнических средств и комплексов, это модули для его спуска, выпуска и размещения, а также модули, обеспечивающие функционирование самой платформы. На этом слайде возможный вариант архитектурного решения. Это возможное решение по размещению робототехнических средств. В том числе мы будем предусматривать размещение на такой платформе скафангов и таких вот маленьких аппаратов для того, чтобы человек мог вручную куда-то добраться. Для обеспечения длительной работы робототехнических средств на дне возможно располагать подобные энергетические модули, которые будут обеспечивать энергетическую и информационную поддержку роботов. Ну и в заключение несколько слов о реализации проекта. По нашим предварительным акцентрам стоимость полного цикла разработки одной платформы с комплектом робототехнических средств и комплексов составляет порядка 150 рублей рублей. При сроке реализации такого проекта 8-10 лет. Конечно, это очень дорого. Говоря слово «дорого», давайте вспомним, сколько ресурсов мы можем получить в оптическом объекте. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующий выступает Сергей Пашин с проектом «Северный ветер». Надо сказать, что в отличие от этих проектах есть модель, образец, и даже у них компетенция своих, которые команда «Северный ветер» сделала в основном. «Северный ветер» 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 Это наш Бог Петроварьевич, третий мы по двери, просто Александр мне уже не болел, поэтому выступает у меня, и мой друг Петя, и на том-то есть. Петя Педалович, прилететь он сюда прилетел, бездорогую костным самолететь некуда, так что во время выступления у него есть приемник, помогите сообразить его где-то домой. Я хочу представить проект «Зеленый ветер». Название проекта не просто проект «Зеленый ветер», это все символично, потому что это ветроэнергетическая установка, ветрогенератор. Значит, почему ветер? Потому что ветер есть всегда, всегда мы его ощущаем, пора бы его использовать, использовать для повышения качества жизни людей. Тем более, вопросы энергетики самым актуальным образом стоят в те места, куда сложно пробраться, но тем не менее, там уже живут люди, и давайте тоже они. Сам проект делся создание моделей, которая была выработана и продувалась в Московской азерномерской трубе, после чего по этим данным уже была создана вся остальная конструкция. Это уникальная конструкция, она позволяет работать в любых температурных условиях. Плюс 50, минус 50, условия Крайнего Севера, ветра, перемены погоды, и фронт этого не чувствует. Он всегда будет крутиться, если есть ветер. Хотел бы просто крутить. Хотел бы и нарушить. Струбится у него только внутренняя часть. Вся энергия не является вывода экрана. А наше формирование способствует, управляя и наложение роста. Вращается роста, получаем электричество. Не требует ни обслуживания, ни постороннего вмешательства. Никто не может за ней следить. Поставили, забыли, все. У вас есть электричество в пользу. Для мобильных операторов, пожалуйста, ставите свои гримуры. Все. Можно обеспечить в труднодоступные места и мобильной связи, и энергопитания. В любом случае, он будет всегда выдавать электричество. Если есть ветер. А ветер есть всегда. Вот хотя бы минимально. Чтобы стромить вот такую макину, высота ее 17 метров почти. Достаточно легкого дуновения. Примерно 3-5 метров в секунду ветерок. Почему он называется зеленый? Потому что он экологичен. В отличие от всем известных опасных ветрогенераторов, вот данный является более экологичным, потому что, первое, это он не шумит. Вот максимальный шум, который вы можете сдать, не превышает 60 дБ. А если не точно, он равняется 48 дБ. Это шум, замеренный стоя прямо под ним. Потому что начинался 3D-модель, потому что мы сделали макет в масштабе. А дальше уже был создан опытный образец. Вы можете видеть, он натурально увеличен. Вот стою я, вот такой вот. Прошел испытание, выдержал ураган на 45 метров в секунду. Вот. Так же себя прекрасно чувствовал. Вот. Ничего не сломалось. Все крутилось, все верстелось. Электричество было всем на раз. Значит, вот данные характеристики у ребенка здесь, да, по мощности, это для 100-киловатного генератора, который стоит перед установкой. Его можно сносить генератором 25 кВт, при тех же самых силовых нагрузках будет выдавать 25 кВт. Что в финансовом упражении позволит с каждого ветряка в год получать экономию при вот полной загрузке его до полумиллиона рублей. Каждый был просто так. Вот. Не плача ничего за электричество, вот такая экономия набегает при полном уровне. Значит, его конструкция довольно-таки проста. Вот. И может изготавливаться на любых заводах нашей страны, в принципе. Состоит не более чем из сотни различных деталей. Вот. И может оснащаться солнечными модулями для еще большей эффективности выработки электроэнергии. По сравнению с иностранными конкурентами, его цена составляет всего лишь 2,5 миллиона рублей, что, в принципе, довольно дешево считать, если сравнивать с иностранными конкурентами. Вот. И конструкция сама по себе более надежна. Потому что ее не болтает, ее не крутит, и она постоянно работает. Лопаться практически нечему. То есть поставили, крутится все. Можно заниматься своими делами и не обращать внимания никакого, что с ним происходит. Вы просто будете стоять и вырабатывать электроэнергии. Не надо привозить ни масло, ни бензин, для заправки других источников энергопитания. Очень актуальный проект для отдаленных населенных пунктов, для пограничных застав, в том числе и поселений, расположенных вдали, там, в городах, чтобы не натянуть линии электроэнергии. И он экологичен. То есть еще одна его экологичность заключается в том, что у классных ветрогенераторов всегда создается момент влияния в землю, из-за которого червяки покидают, разбегаются, и земля становится неплохой. Благотворный и не ничего растет. Вблизи опасных ветрогов нет в населенных пунктах. Если вы когда-либо это видели, то там никто не живет, потому что жить там невозможно. Там и шум, и тряска. Соответственно, этот можно ставить хотя бы даже на своем или внутриусадебном участке. Ничего страшного от этого не произойдет. Лишь бы он хорошо продувался. Вот есть еще такой показатель. Конкурентное соотношение стоимости киловатта для молодых перейдеров. У нас гораздо меньше, нежели за рубежом. Это даже 30 киловатт, если попадало. То есть если поставить туда 25, то вообще конкуренты практически отпадают. Вот, и данное, это все сделано в России. Из российских запчастей там нет информации. Их практически нет электроники. Единственный электронный прибор, который там стоит – это генератор. Все. Больше в нем ничего нет. Зеленый ветер, ветер, перемен. Один сотрудничество. Спасибо за внимание. Владислав. Владислав Васильев. Когда возникает проблема, давайте рассмотрим проект Владислава Семициной, который называется «Бенцепрон», который поможет подержать воздух и мир для него под контролем. Владислав, пожалуйста. Умницы, кто-то должен подправить за решение? Поехали. Поехали. Здравствуйте, я представляю проект «Убийца дронов». На самом деле, это символ, это самый проект. Меня зовут Цевин Владислав, я представляю акционерную область в Унии «Эталон», город Москва. И проект «Система радиомониторинга и противодействия каналов управления висковыми и летательными аппаратами». Новые технологии приносят много положительных эффектов к обществу. На примере дронов это ярко и хорошо заметно. Но когда технология перерастает из военной и специальной к массовую, возникают новые проблемы общества при эксплуатации. Уже известны случаи, когда создавались преднамеренные или непреднамеренные помехи взлету и посадке авиатранспорта. Случайные падения на электропередачи, которые лишали районных городов электроснабжения. В связи с актуальностью проблемы, во всем мире ищут способы борьбы с несанкционированным использованием подобных устройств. Такие, как боевые орды, используемые в Голландии, перекладывающие сети, используемые в Японии, и циркотехнологичные устройства типа лазеров, или направленных ради электронных пушек, используемых в США, которые имеют пока только военное назначение. Также и в США, и в России, а также во всем мире уже разрабатываются и внедряются законы, которые обязывают сертифицировать и регистрировать устройства выше определенной массы. Однако наличие закона не подразумевает его исполнение, особенно когда нет эффективных инструментов контроля и наказания нарушителей. Для решения данной проблемы мы представляем систему комплексного радиомониторинга и подавления противодействия каналам управления беспилотными летательными аппаратами. Данный комплекс позволяет не только давить сигнал управления, который приводит обычно к падению дрона, но и вмешательство в программу управления за счет создания ложного наглядационного поля, что позволит оператору посадить дрон в точку необходимую оператору, то есть нам. Кроме того, данная система позволяет вычислить координаты оператора, передать их оперативным службам и обеспечить потом задержание нарушителя. Рынок, на который мы предполагаем выйти, это службы, обеспечивающие охрану специальных зон, типа аэропортов, электростанций, водоохранных зон, также много других специальных объектов. Кроме того, у нашего проекта высокий экспортный потенциал в связи с тем, что существующие системы сейчас в основном имеют военное и специальное назначение. Гражданский сектор практически пуст. Бизнес-модель, на которую мы ориентируемся, это поставка готовых комплексов, но в комплектации под потребности заказчика. Они обычно обуславливаются либо сложностью, либо размерами охраняемых зон. Так, наши комплексы будут составляться в гробе больших чемоданов, которые направлены антеннами. Такие комплексы будут стоить от 3 миллионов рублей. До больших комплексов, которыми необходимо развертывание либо на стационарных объектах, либо на газовых транспортных объектах. Такие комплексы будут стоить порядка 25 миллионов рублей. В настоящее время для продолжения проекта и реализации его в жизнь мы планируем обратиться к инвестициям. Для завершения окра мы планируем затратить в собственных средств 5 миллионов рублей. Доработка около образца 15 миллионов рублей. 3 миллиона рублей на проведение испытаний и 1 миллион рублей на сертификацию. Все эти средства мы предполагаем потратить из собственного бюджета. Уже в настоящее время потрачено 25 миллионов рублей на закуску оборудования и 35 миллионов рублей мы оцениваем интеллектуальную собственность, которая уже имеется у нас. Мы рассчитываем на деньги инвестора порядка 50 миллионов рублей для закупки нового оборудования, для того, чтобы не загружать то оборудование, которое сейчас используется для выполнения оборудования заказа и организации последующего производства. Спасибо за внимание. А, нет, извините. Самое главное для инвестора. Маржинальность, докладываемая в проект, это 10%. С данной маржинальностью прибыль с продажи одного комплекса будет порядка 2,5 миллионов рублей. При доле участия инвестора по прибыли 40% он будет иметь с продажи одного комплекса 1 миллион рублей. План выпуска в год – это порядка 40 единиц изделия. И с данным планом окупаемость проекта ориентируется на 1 год и 4 месяца. Вот теперь все. Спасибо за внимание. Тут краткая информация обо мне и о нашем предприятии. Спасибо. Ну что ж, спасибо. Мы сейчас с вами посмотрели абсолютно разные проекты, абсолютно разных областей. Здесь также потребуются разные типы инвестиций и инвесторов, как государственных, так и частных. Проекты имеют различные перспективы. Но самое важное, что ребята смогли в презентабельном виде показать вам свои проекты с помощью наших экспертов из Института книжных стратегий. Поприветствуем их еще раз. Поблагодарим. Самое важное, что нашим участникам, давайте их тоже поблагодарим за то, что они смогли это сделать, они потратили их на об этом. Благодарим и нашему постоянному, бессменному онлайн-тележурналисту, скажем так, Владиславу Старухину, который, как сказать, предпринимает консуляцию всех наших проектов и наших заделок. Но самое важное, что Союз новых инженеров в России есть так, как инвестиционная площадка, которая позволит скоординировать и скопировать людей, найти, скажем так, приоткрыть те двери, которые обычным учебным иногда тяжело открыть, или в силу своей специфики, профессиональной, либо еще каких-либо моментов. Мы административная ресурс-коммуникационная площадка, ну и взаимопомощь. Техность 15 доказала, вчера и сегодня это были тактические упражнения, а здесь видно работа мозга. Поэтому вот это совокупность здорового тела и хороших мозгов поможет выйти в проектном вперед. Ну что ж, всем удачи, оставайтесь с нами. Александр, это я сделаю объявление, да? Значит, коллеги, у нас с 4 формата, да, 8 занятий. Занятия с Сергеем Викторовичем, пожалуйста, вот сейчас давайте сделаем 7 минуты.